Добрый вечер! На канале БукТВ большие итоговые новости в студии Виталий Матюшин. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Итак, смотрите сегодня. В Беларуси назвали лауреатов премии президента за духовное возрождение. За выдающиеся достижения в развитии любительского художественного творчества, проведение масштабных мероприятий, посвященных тысячелетию и реализацию межгосударственной программы «Брест Культурная столица Содружества-2019» высокой наградой был отмечен коллектив Брестского городского центра культуры. 32-й международный фестиваль «Январские музыкальные вечера» торжественно открылся в областном центре. В 2020-м на форум искусства приехали порядка 200 артистов. Январские вечера традиционно открывают плеяду культурных мероприятий Бреста. Брещанин встретил первые часы Нового года на бегу. Юрий Мурашов принял участие в больших соревнованиях «Преодоление», которые проходили в российском Смоленске. Люди, которыми мы гордимся. В Беларуси назвали лауреатов премии президента за духовное возрождение. Напомним, она присуждается ежегодно за выдающиеся произведения литературы и искусства, активную деятельность в гуманитарной области, которая способствует сбережению и приумножению национального культурного достояния, воспитанию молодежи любви к своей стране. В этом году уникальные премии удостоены священнослужители, трудовые, творческие коллективы, спортсмены, общественные объединения. Труд брещан не остался без внимания. За выдающиеся достижения в развитии любительского художественного творчества, проведение масштабных мероприятий, посвященных тысячелетию, и реализацию межгосударственной программы «Брест. Культурная столица Содружества-2019» высокой наградой был отмечен коллектив Брестского городского центра культуры. О тех, чей пример вдохновляет, расскажет Виктория Нечаева. Занятия по душе здесь находят музыканты и певцы, танцоры и циркачи-артисты. Брестский городской центр культуры работает более 30 лет. Здесь становятся творцами духовных ценностей. Действуют 40 клубных формирований, 12 со званиями образцовый и народный, более тысячи самодеятельных артистов, свыше 100 руководителей и концертмейстеров. Люди, работающие здесь, стоят во главе всего. В первую очередь, я считаю, что должны быть налажены отношения межличностные. То есть, Дом культуры – это одна семья, в которой люди проводят с утра до вечера все свое время. И внутренняя обстановка взаимоотношений между людьми – это очень важно. Городской центр культуры – это, я считаю, на сегодня основной центр культуры города Бреста. Хотя, лично мое мнение, культура – это не только учреждение культуры, это наш внутренний мир. Поэтому наша задача, конечно, приобщать к культуре население города Бреста и области. Народный артист Белоруссии, руководитель заслуженного любительского коллектива «Радость» Анатолий Воробьев работает в центре с момента его основания. Именно ему была доверена режиссура торжественной церемонии открытия проекта «Бреста. Культурная столица СНГ» и праздничного представления, посвященного началу мероприятий по празднованию Тысячелетия Бреста. Анатолий Михайлович режиссировал разные торжества, решал сложнейшие сценарные задачи. Но события 2019-го даже на фоне его богатейшего опыта стали самыми выдающимися. Сцена, звук, свет, постановки – все это получило самую высокую оценку. Для любого творческого человека, естественно, любая такая крупная работа всегда сложна. Но, поверьте мне, судя по моему возрасту, то, что я делал очень много, говорится, больших шоу, программ, и на стадионе, а начинало все и в Дворца съезда, когда делал сборную Белоруссии на 70-летие октября. Короче, история большая моей творческой, говорится, деятельности, как режиссера. Но, конечно, этот год тысячелетия – все может, может быть, забыться какой-то год. А вот этот год, он такой эпохальный для любого человека, брещанина, и в целом для творческих коллективов, людей. Это было очень ответственно и интересно. Для большого коллектива городского центра культуры премия президента Беларуси Александра Лукашенко за духовное возрождение – лучшая благодарность за труд. На протяжении всего юбилейного 2019-го у них была одна цель – подарить жителям и гостям красочные дни, о которых будут говорить еще долго. Они сделали все возможное, подав пример многим странам. Они доказали – их труд не для, а во благо. Для нашего коллектива это очень значимая награда, потому что это оценка всего коллектива, нашим руководством страны. И очень важное, я как работаю недавно, для меня, я так понимаю, это вообще как аванс на будущее. Да, высокая награда не предел, это стимул двигаться дальше с той же скоростью. Ведь сегодня все чаще говорят о том, что культура города получила новый импульс развития, и что впереди множество интересных проектов. А значит, сотрудникам культуры, как говорится, и карты в руки. Для нас это очень важно, эта премия. Мы горды тем, что наши работники культуры были отмечены. Но ведь и они, и коллективы, очень старались этот год, 2019. Вообще, уже начали стараться заранее, потому что эти праздники, масштабные праздники, готовятся заранее. Награды, они республиканские, международные, они даются очень трудно, тяжело. Работники культуры порой работают над этим десятилетия и десятилетия. Просто так эту награду, конечно, в нашей отрасли не завоевать. Виктория Нечаева, Павел Малошонок, Александр Макаревич. Итоги недели. Премия за духовное возрождение присуждена и коллективу археологического музея Берестия за активную деятельность по сохранению национального культурного достояния и создание обновленной экспозиции. Об этом мы расскажем в следующих выпусках программы BookInform. Продолжаем выпуск. 32-й международный фестиваль «Январские музыкальные вечера» торжественно открылся в областном центре. В 2020-м на форум искусства приехали порядка 200 артистов из Белоруссии, России, Польши, Украины, Литвы и Грузии, Германии, США и Китая. Самые колоритные артисты на протяжении всех дней фестиваля не перестанут удивлять искушенную публику произведениями разных эпох, разных жанров и стилей. Январские вечера традиционно открывают плеяду культурных мероприятий Бреста и всегда проходят под бурные овации зрителей. Анастасия Ноздрин-Плотницкая об удивительной магии классической музыки. Волшебный месяц «Январь» дарит нам большое количество праздников, среди которых особое место занимают январские музыкальные вечера. Что может быть лучше, чем удивительное упоение души от изысканной классики. Репертуар очередного форума искусства разнопланов и разножанров. Это подкупает публику, которая с удовольствием приходит на праздник музыки. Мы учителя немецкого языка из седьмой школы, поэтому очень любим классическую музыку. Всегда посещаем Моцарт, Бетховен, Индельсон. Так что пришли сейчас, надеемся, что это тоже будет, может, немецкая музыка какая-то. У меня родители были музыканты, особенно мама. Была певица. Она вложила в нас вот эту, как говорят, свою любовь к музыке. И у меня она пошла. Я не могу без театра, без музыки я не могу. Поэтому если приезжать каждый год в январьские вечера, я всегда иду на них. Мы ценим тот факт, что уже 32 года идет этот фестиваль. Сейчас в эти минуты в Минске из рук главы государства наши работники культуры города Бреста получили специальную премию за проведенные мероприятия по тысячелетию. И я уверен, что эта премия включает в себя и этот фестиваль, который начинал в прошлом году, начало празднования тысячелетия. Поэтому фестивалю быть, быть не один год. И то партнерство между государством, частной инициативой, которую мы видим в формате этого фестиваля, оно успешно продолжается. Открывая 32-й фестиваль, Александр Рогачук подчеркнул, что никогда не сомневался в долгожительстве форума искусства. Для этого есть как минимум две причины. Во-первых, брещане обожают классическую музыку, и каждый гость нетерпением ждет встречи с новыми артистами. Во-вторых, за организацией мероприятия стоят не просто неравнодушные люди. Это те, кто искренне переживают за такое важное для города дело. Все лучшее, что уже наработано в нашем городе, будет продолжаться и дальше, в том числе и в культурной составляющей. И этот фестиваль имеет в этом культурном блоке особое значение. Поздравляю всех с вступившим годом, с Рождеством. Поздравляю всех с тем, что мы достойно отпраздновали, но не менее достойно мы будем дальше развивать наш город, продолжать развитие нашего города, не забывая, что самое главное – это наша душа, наше сердце, в котором особую роль имеет именно классическая музыка, именно январские музыкальные вечера. Всех с праздником! 32-й международный фестиваль январские музыкальные вечера объявляют открытым. Концерт начался с увертюры «Дом-мажор» Дмитрия Смольского, который исполнил оркестр белорусских народных инструментов Брестского музыкального колледжа имени Ширмы под руководством Алексея Захарчука. С первых аккордов публика затаила дыхание и с особым трепетом встречала каждое новое произведение. Вообще Брестская публика замечательная. Я все благодарна, что звонили, волновались. Тысячелетие прошло, иду через площадь. Скажите, тысячелетие прошло, а фестиваль будет? Я говорю, в фестивале тысячелетие. Это ничто никому не мешает. Очень волновались. Но всем-всем я благодарна. И Бресту я поэтому отдала жизнь и отдаю. Только потому, что все замечательно-замечательно. Одним из сюрпризов первого вечера стало выступление на Брестской сцене солиста национальной оперы Украины Тараса Штонды. Ты влюсь, я на деду кайку, кайку, кайкуши. Шоу я не соню. Шоу я не летаю. В его исполнении прозвучали как партии из классических оперных произведений, так и народные украинские мотивы. Известный на мировой сцене Баста Расштонда посетил наш город впервые, с удовольствием приняв приглашение организаторов. Пригласили меня на этот фестиваль. Лилия Григорьевна. Мне очень было приятно. Всегда приятно, когда зовут. И всегда это ответственность, потому что хочется не разочаровать и оправдать ожидания столь громкого анонса, как меня объявляют. Наверное, все-таки объявляют где-то логично. Там много поют в Европе, в театрах мира. Но тем не менее, когда выходишь на сцену, поверьте, все остается сзади. Где бы человек ни пел, вот он сейчас, здесь. В фестивале «Анварский музыкальный вечер» можно смело назвать площадкой встречи настоящих мэтров. Культурный диалог – это еще одна ступень для укрепления дружбы между людьми. А удивительная классическая музыка – это слова, понятные в любом уголке мира, без транскрипции и перевода. Это наше ремесло. Это огромный труд. Это тяжелый труд. Здесь нельзя сказать, это все красиво, это лоск. А на самом деле подоплека идет очень тяжелейшая физическая, психологическая работа. Конечно, мы артисты, все певцы, мы общаемся между собой друг к другу, помогаем, поддерживаем. Очередной праздник искусства показал. Творческая жизнь в областном центре будет такой же насыщенной и в последующие годы. Для этого есть все предпосылки и потенциал организаторов, которые уже в мыслях о том, каким сделать 33-й форум искусства для брещан и гостей города. Анастасия Ноздрин, Платницкая, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Говорим об актуальном. Площадь Брестской детской областной больницы значительно вырастет благодаря появлению нового корпуса. Строительство начнется уже в ближайшие дни. Деньги на строительство выделил Александр Лукашенко по случаю 80-летия Брестской области. Из резервного фонда президента был выдан 1 миллион рублей. Кроме того, на усовершенствование медучреждения и строительство нового корпуса, заложены деньги и в бюджете Брещены. Планируется, что объект будет готов к сдаче уже в 2021 году, но реализуются в этом медицинском учреждении и новые проекты. В частности, между госпиталем Лосицкого повета Республики Польша и Брестской детской областной больницей. Называется он «Трансграничное сотрудничество детских больниц двух стран как способ повышения доступности медицинской помощи для несовершеннолетних». Каких поставленных целей в рамках сотрудничества уже удалось достичь бенефициарам и какой путь еще предстоит пройти, расскажет Мирослава Коваленко. Этот масштабный трансграничный проект софинансируется из средств программы «Трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2014-2020». Его общий бюджет составляет почти 953 тысячи евро, из которых 857 тысяч выделены Европейским Союзом. Пока сотрудничество налажено лишь между медучреждениями Польши и Беларуси. «Детская областная больница является ведущим бенефициаром в этом проекте, то бишь вся отчетная информация и распоряжение финансовыми средствами, которая прописана в принципе программой сотрудничества, идет через нас. С нами сотрудничает Повитовая больница Лосицы, это вот рядом с нашей границей 120 километров, не больше. У них сумма, которая в общей массе этих финансирований, наверное, около 300 с лишним тысяч евро. Наша сумма – 760 тысяч евро». Проект актуален для обеих сторон. У каждого медицинского учреждения свои цели и задачи. Если говорить о нашей детской больнице, то приоритетным направлением является обеспечение всех необходимых условий для оказания помощи детям палеотивной группы. Планируется создание пяти новых мест для неизлечимо больных малышей, а также полное оснащение необходимым оборудованием таких палат. В планах и привлечение волонтеров. Для них организуют тренинги по работе с такими пациентами. Но и это далеко не все. «В проекте закупается рейнемобиль нашей больницы. Он вот к концу года уже должен быть поставлен. Это хороший, нормальный, современный рейнемобиль, который позволит нам очень оперативно работать с этой группой палеотивных детей не только в регионе Бреста, а в регионе Брестской области. То есть бывает необходимость, когда некие осложнения случаются, нам нужно ребенка забрать на наши палеотивные койки. Рейнемобиль с реанимационной бригадой может выехать в Баранович, в самые отдаленные участки и при оказании помощи полной доставить сюда». Второй важный пункт проекта – модернизация системы распределения кислорода, которая обеспечит бесперебойную работу отделений. Сегодня продолжается капитальный ремонт хозяйственного помещения Брестской детской больницы под кислородную станцию. «Плюс закупается оборудование кислородный концентратор, который, в принципе, не требует баллона. То бишь, он концентрирует кислород из воздуха, который есть, и подает сразу в систему. Но тут понятно, что должен быть некий резерв. Поэтому строится такой склад, в котором хранятся запасы резервных баллонов, сохраняется вся инфраструктура для того, чтобы баллон подать. Вдруг создается ситуация. И ставится дизель-генератор, новая контрольная система. Вдруг подача прекратилась, чтобы наши люди могли понимать, что что-то, сбой какой-то есть, знали, как работать». Также запланированы четыре ознакомительных визита врачей двух стран друг к другу для изучения опыта и обмена знаниями. Первый визит брестских специалистов в Лосице состоялся в минувшем году. До окончания проекта трансграничного сотрудничества еще целый год. А это немалое время для достижения поставленных задач. Вирослава Коваленко, Эдуард Бакунович, телекомпания Амбук ТВ. Забота о наших детях не на словах, а на деле – это важно, это просто необходимо. Ведь наши малыши – это просто чудо. А если их рождение совпало с праздником Рождества, то и торжество торжеств приобретает смысл особый. В Рождество в Брестском родильном доме на свет появилось девять малышей, пять мальчиков и четыре девочки. Поздравить счастливых мам традиционно в учреждение здравоохранения прибыл архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн. Рождество принесло в семью Кондерешко первое маленькое чудо. Крохолея появилась на свет вечером 7 января. Никто в семье этого не мог предположить. Назначенный врачами срок был двумя неделями позже. Однако радости от такого знаменательного события не меньше. Для мамы Татьяны это первые роды. И сегодня ее малышка – один из самых удивительных подарков судьбы. Вот наконец-то у нас доченька родилась. Мы ждали ее и очень рады. Это такое счастье быть мамой, это вообще, этого даже слова не передать. Кроме маленькой Ли в Рождество на свет появилось еще восемь малышей, пять мальчиков и три девочки. Поздравить мам с этим важным событием прибыл архиепископ Иоанн. Владыка смог уделить внимание каждой женщине и дать напутственные слова. Конечно, появление каждого малыша на свет имеет особую значимость, но эти дети должны через свою жизнь принести все самое искреннее, чистое, доброе, понимая, что они стали частичкой большого чуда. Мама, отец, они продолжают ту миссию, которую поручил Господь каждому человеку. Поэтому это, естественно, целые события, когда в мир приходит человек, когда он рождается. Ну а тем более, когда мы празднуем пришествие в мир Христа Спасителя, естественно, в этот день хочется поздравить и тех, где-то, кто родился, кто пришел в этот день на землю, в эту жизнь, в этот мир. И, конечно, поблагодарить родителей за то, что они выполняют свою миссию на земле, за то, что они рождают детей, конечно, благословить этих маленьких детей, этих малюток, благословить на добрую жизнь. Только за прошлый год в стенах Брестского родильного дома на свет появились 5212 малышей. Да, это цифры немного меньше тех, что констатировали медики в 2015-2016, когда на Брещене наблюдался настоящий бэби-бум. Однако имеющиеся показатели также норма. Самый тяжелый малыш родился весом более 5,5 килограмм, а самого маленького – 830 граммов – врачи смогли выходить, и сегодня ребенок уже радует родителей. Все 9 родов 7 января прошли без особых осложнений. Мы сможем обеспечить каждому своевременную, качественную медицинскую помощь, потому что на сегодня мы помним этот 2016 год, когда у нас было 30-35 родов в день. Если сегодня 15-20, то для нас прибавка 10 родов в день это все может быть осуществлено. Кроме духовного окормления от епархии, каждая мама, родившая в Рождество, получила небольшие подарки. Первое необходимое, что будет нужно в ближайшие недели. Уже через несколько дней каждая из женщин окажется дома, где их с малютками будут встречать близкие и родные. Программу «Итоги недели» продолжит материал о большом благотворительном марафоне «Чудеса на Рождество», который продолжает дарить радость. Праздник приходит каждому в рамках крупномасштабной республиканской акции. Исполняются желания детей, которые нуждаются в заботе и внимании немного больше остальных. Это воспитанники домов семейного типа, особенные дети, ребята, которые борются с тяжелыми болезнями. Окружить вниманием и заботой детей в первую очередь тех, кто по ряду жизненных обстоятельств в этом наиболее нуждается. Вовлечь ребят в праздничные мероприятия – цель акции. В Бресте прошло много праздников. Добрые слава на путстве звучали ребятам от губернатора региона Анатолия Лиса, честовал одаренных мальчишек и девчонок мэр города Александр Рогачук и главы администрации. Не остались в стороне предприятия, организации, различные ведомства. О том, какие подарки подготовили детям молодежные лидеры, расскажем далее. Благотворительная акция «Чудеса на Рождество» в самом разгаре. Она завершится 20 января. Когда Дедом Мороза мог стать каждый. 35 ребят, которые борются с тяжелыми заболеваниями, получили долгожданные подарки. Конструкторы и современные гаджеты, развивающие игрушки, даже гимнастические снаряды и швейные машинки. Большой мешок с гостинцами собирали всей Брестской областью. Предприятия, организации, творческие коллективы и просто неравнодушные люди. Сотрудники нашего управления откликнулись на просьбу, пожелание девочки, которая оставила свое письмо, заветное желание Деду Морозу. Это был планшет. Мы очень надеемся, что человеку, Дмитрук, Ольге, которая получила этот планшет, он поможет не только общаться с друзьями, но и заниматься, потому что мы знаем, что она занимается на дому. Сложная жизненная ситуация. Но надеемся, что этот подарок ей будет в радость. Очень хорошая, душевная, настоящая такая акция. Очень отрадно, что в Брестской области предприятия, трудовые коллективы, первичные организации БРСМ, они отвлекаются. И буквально у нас было более 10 дней на подготовку того, чтобы купить и исполнить детям их нежелания. Мы кинули клич, предприятия сразу разобрали все свои подарки, купили их, приобрели. И еще, я думаю, что если бы детей было бы больше, то и предприятий, и коллективов, людей нашлось бы тоже намного больше. Благотворительный проект «Елка желаний» проходит в Брестской области пятый год в рамках республиканской акции «Союза молодежи» и пионерской организации «Чудеса на Рождество». Конечно, просьбы детей самые разные. Взрослым остается всего лишь исполнить мечту. Коллектив Брестской таможни принимает третий раз участие в самой доброй, замечательной благотворительной акции «Елка желаний». В этот раз мы исполняли желания троих детей, двух девочек, одного мальчика, Пакала Паши, Левчук Анны и Псты Галены. Ребята попросили швейную машинку, планшет, и Паша попросил телефон и колонку для братика. Конечно, мы же с удовольствием исполнили желания ребят. Сбылась мечта и Вячеслава Валаха. Правда, весьма скромная. Восьминадцатилетний юноша хотел новенькую настольную лампу. Очень приятно, что не забывают про людей с ограниченными возможностями, дают возможность пообщаться, встретиться с друзьями. В новом году хочу пожелать всем всего хорошего, исполнения желаний, а самое главное – здоровья. Ведь без здоровья мы никуда. Будь здоровья – все, что мы пожелаем. После вручения подарков ребята стали участниками новогодней сказки, которую подарил им Бреский областной театр «Кукол». Но марафон добрых дел на этом не закончился. В доме семейного типа, что на Высоковской, практически всегда шумно и весело. Под одной крышей здесь собрались шестеро детей и их приемные родители. Самая маленькая – нет еще и двух, старшему – 15. Взрослые дети во всем помогают мамям. Трудности здесь не боятся, все решения принимают вместе. Родители-воспитатели Вера Месичук уверены, дома семейного типа – это самый эффективный способ решить проблему сиротства. Растет в этой заботе. В обычной семье то, что добавляется детский дом семейного типа, можно детский дом опустить. Слово «детский дом» мы опускаем, просто живет большая семья. А вот эти два слова мы оставляем для отчетов, скажем так. Желанными гостями в доме семейного типа стали молодежные активисты и сотрудники отдела образования «Ленинская Брестского района». Как и полагается, пришли не с пустыми руками. Школьные принадлежности, одежда, море, игрушек и сладкие гостинцы. В рамках акции «Чудеса на Рождество» подарки собирали чуть ли не всем районам. К марафону подключилась 17-я, 33-я, 18-я школы, Брестское отделение Белорусской железной дороги, предприятие «Брестэнерго». «Рождественские праздники, они связаны с семьей, а в данном случае детские дома семейного типа, они поставлены на стражу того, чтобы объяснить детям, что такое семья, создать им эту семью, дать им родительское тепло и заботу. Поэтому данные акции в преддверии Нового года, рождественских праздников, конечно же, мы их поддерживаем и продолжаем». «Атмосфера, я бы сказал, в этом доме классная, так как дети радостные, все довольные, они встречают тебя, улыбаются все, им интересно, даже не успел когда зайти, сразу начинают смотреть на тебя, всматривать, трогать. Да, и очень интересные и позитивные все детки здесь». Всего в Ленинском районе Бреста два дома семейного типа. На воспитании 12 детей. В январе ожидается открытие еще одного. А значит, детей, которые обретут счастье жить в настоящей семье, станет больше. Виктория Нечаева, Эдуард Букунович, Александр Макаревич. Итоги недели. Новогодние праздники у многих из нас прошли интересно и весело, оставив приятные воспоминания и эмоции. Кто-то находился рядом с близкими, кто-то отправился в путешествие, кто-то посещал праздничные программы у городских елок. А вот брещанин Юрий Мурашов встретил первые часы Нового года на ходу, а точнее на бегу. Мужчина принимал участие в больших соревнованиях преодоления, которые проходили в российском Смоленске. Старт забегу был дан в 23.00 31 декабря. Завершился марафон уже 1 января. За 12 часов Юрий преодолел почти 100 километров. Сегодня это один из лучших результатов бегуна-любителя. Как сформировать в себе выдержку и стойкость и в чем залог удивительного здоровья? Анастасия Наздрин-Плотницкая отправилась на индивидуальную тренировку к брестскому рекордсмену. Это уже продолжается 7,5 лет и потихоньку-потихоньку начали потихоньку вкатываться, каждый день по 2-3 километра, не спеша. Ну и сам раньше учитель физкультуры детей учили, преподавали в школе и общая база такая как бы была, просто что пока дети рождались, жизнь, как говорится, продолжалась и не было времени заниматься физкультурой, спортом не было, в основном все надо было, основная проблема зарабатывать деньги. А когда дети выросли, у Юрия появилось время для себя. Тогда-то он и задумывался о том, чтобы снова вернуться в спорт. Правда, не педагогом или тренером, а просто взяться за себя, вернуть утраченную форму. Все начиналось с 2-3 километров. Постепенно занятие так увлекло, что мужчина начал интересоваться различными любительскими соревнованиями по бегу. За 7 лет плодотворных тренировок в его наградной копилке более сотни медалей разных стартов. Однако самую заветную Юрий Мурашов получил в первый день нового 2020 года. За 12 часов брещанин под Смоленском в рамках соревнований преодолел бегом почти 100 километров и занял почетное первое место в своей возрастной категории – 45-55 лет. 100 километров – это дистанция, не для каждого она, как бы не каждый человек сможет. И даже если у человека есть желание, но нет физических способностей, вернее, кондиции к таким покорениям, таким дистанциям. Соответственно, это потихоньку все набегалось, набегалось. Полумарафоны по 20 километров. Минские все полумарафоны пробежали, Брестские полумарафоны. И организм, когда понимает, что он действительно уже практически готов, он марафон легко бежит, 50 километров в соревновательном темпе хорошем бежит, тогда уже что-то где-то щелкает. Хочется попробовать что-то новое, хочется попробовать действительно уже какую-то длинную дистанцию, новые свои победы, достижения какие-то сделать. Один из секретов успеха 53-летнего спортсмена – хорошая разминка. С нее начинается каждая тренировка. Коленные суставы, голеностопы, чтобы более-менее растянуть. Ну и мелкие, короткие такие пробежки, которые способствуют тоже более такому, чтобы организм завелся, чтобы он понял, что он собирается бежать. И побежали. В беге, по мнению Юрия Мурашова, главный настрой. Чем позитивнее, тем лучше. Во время бега он настраивается на новые мысли, строит планы, определяет цели. Я свободен и по своим возможностям, и самое главное, есть время спокойно заниматься и спортом, и физкультурой. Это для хобби для всего. Пример Юрия Мурашова – наглядный образец того, как можно поменять свою жизнь в любое время, в любом возрасте. Главное – иметь искреннее желание. А получив несколько хороших советов, можно смело начинать тренировки. Тогда даже марафон будет покорен. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малышонок, Александр Макаревич. Итоги недели. Это были итоги недели на Абук ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40.22.50. Утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. Я Виталий Матюшин. С вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. Субтитры подогнал «Симон»!